Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская и вот что произошло в нашем городе к этому часу. В дальневосточной столице продолжается масштабный ремонт дворов и магистралей. Жители новых домов на Сабанеева также просят благоустройство территории. На защиту их интересов стали депутаты городской думы. Просто это есть проблема, которая сегодня на повестке дня у администрации города Владивостока и у думы города Владивостока. Мы работаем единым блоком. Мусорная реформа во Владивостоке. Пока самые ответственные за светлое экологическое будущее столицы региона – волонтеры. Когда мы сдаем переработку отходы, которые образуются у нас дома, тем самым мы разгружаем полигоны и мусоросжигательные заводы и дальше пускаем в цикл сырье, отправляем в цикл обратно в производство. Хорошая новость для спортсменов. На спортивной набережной меньше, чем через месяц появится ухоженная площадка для занятий воркаутом. Спор должен быть доступный каждому. Поэтому, когда мы узнали, что ребята организовали такую акцию по строительству площадки воркаута, мы на это, естественно, сразу отреагировали. Также в выпуске. Дальневосточники спросили президента про косаток и отток населения. На прямую линию Владимира Путина поступают вопросы жителей страны. Еще расскажем, художники из Нидерландов, Франции, Индии и России разрисуют стены Владивостока. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Арендное жилье для молодых специалистов планируют строить в Приморье. Делается это для сокращения оттока кадров, сообщила первая вице-губернатор Приморье Вера Щербина на полях Петербургского международного экономического форума. Ни в одном городе России такая программа еще не реализуется. В Приморье она предусматривает строительство государственного жилья, которое в последующем будет предоставляться в аренду молодым специалистам региона. Цена коммерческого найма таких квартир в разы меньше, чем на рынке. При этом организация, будь это школа или больница, чей молодой специалист снимает жилье, будет компенсировать часть затрат. Кроме того, молодым людям будет предоставлено право выкупать это жилье в ипотеку по льготной ставке. Отмечу, на такое строительство будет направлено 5 миллиардов рублей. Владивостокской кольцевой автомобильной дороги «Быть». Соглашение по реализации проекта «ВКАД» подписали также на петербургском форуме губернатор Олег Кожемяка с руководством компании «Автодор» и «Инфовеб». Соглашение дает возможность уже сейчас начать работу над проектом. Предполагается строительство моста на русский остров через Елену. Структуры будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости, а также прорабатывать механизмы, можно ли применять государственно-частное партнерство. Предполагается в этом году выйти на проведение конкурсных процедур на обоснование цены первого этапа строительства моста на Елену. По срокам это конец 2019-го, начало 2020-го года. А в следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части «ВКАД». Отмечу ранее, президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Олега Кожемяка по модернизации транспортной инфраструктуры столицы Дальнего Востока. В частности, строительство моста на остров Русский через остров Елены, который станет частью Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Вопрос о ремонте дороги на улице Сабанеева, 14В и 16В под пристальным вниманием депутатов Думы. Председатель Думы Владивостока Андрей Брик вместе с начальником управления дорог и благоустройства администрации города Сергеем Макаровым и депутатом Евгением Тесленко провел встречу с жителями близлежащих домов. Помимо восстановления дороги, горожане высказали ряд пожеланий о благоустройстве микрорайона. Подробности у Катерины Матвеевой. Многоэтажные дома на улице Сабанеева построили два года назад. Новые квартиры, прекрасный вид из окон, просторная парковка. Радость от заселения обращает лишь одно – добраться до домов проблематично. Компания-застройщик Владстройзаказчик хоть и обещала отремонтировать дорогу, но после сдачи домов всю технику с объекта вывезла. Были обращения на сайт задела РФ. Насколько я знаю, эти ребята с этого сайта писали обращения в ГИБДД. Лишь сейчас инициативные граждане написали коллективное обращение в Думу города Владивостока с просьбой помочь им в решении проблемы. И получили обратную связь. Просто это есть проблема, которую сегодня на повестке дня у администрации города Владивостока и у Думы города Владивостока. Мы работаем единым блоком с пониманием того, что мы должны грамотно распределить финансы, силы, определить первоочередность объектов, которые необходимо отремонтировать в городе Владивостоке. Когда поступило обращение, она уже с серьёзной историей, это обращение по ремонту этой дороги к этим домам на Сабанеева. Для того, чтобы убедиться ещё раз и посмотреть на объёмы, посмотреть примерно, как решать эту проблему, с каким подходом, мы выехали на место. Оказалось, что земельный участок, по которому проходит дорога, принадлежит муниципалитету, а не застройщику. Однако и в ведении муниципалитета находится не вся территория дороги. Как вышло, что дом приняли без обустройства подъездных путей – отдельный вопрос. Главное – наладить работу по ремонту дороги сейчас. Важно то, что мы уже включились в этот процесс. Это раз. Второе – есть определённые требования по проектированию, по планировке этого так называемого объекта дорожной инфраструктуры. Есть вопросы, связанные с экспертизой этого объекта, с внесением правильным в бюджет средств на исполнение этого так называемого наказа. Что-то будет исполняться в части через наказ избирателей по нашему муниципально-правовому акту. Что-то будем искать в софинансировании у краевого бюджета. Также жители попросили построить лестницу к близлежащей школе номер 69 и предусмотреть обустройство лееров возле дороги. А рабочая встреча по данному объекту депутатов Думы Владивостока, горожан и представителей соответствующих ведомств состоится на следующей неделе. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Масштабный ремонт дорог продолжается в Дальневосточной столице. Сейчас подрядные организации трудятся уже на девяти улицах. Работы идут по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Всего в списках на этот год 15 улиц краевого центра. Также планируется построить виадук на улице Олега Кашевого. Благодаря финансированию текущего года нам удастся в рамках этого проекта отремонтировать порядка 250 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия в городе Владивостоке, поднять на этих улицах люки, ливневые решетки и заменить дорожный тротуарный бордюр на протяженности всей этой улицы. Кроме того, на данном участке, на этих 15 улицах, будет нанесена новая разметка, оборудованы новые пешеходные переходы, установлены знаки. Ремонт специалисты проводят комплексные. Обновятся в этом году улицы Нерчинская, Хабаровская, Воропаева, Шепеткова, Приходько и ряд других. Администрация города просит автомобилистов быть внимательными там, где идет ремонт. За подрядчиками и качеством выполнения следят специальные комиссии. В рамках национального проекта контроль по этим работам ведется на ежедневной основе. Специалисты проводят работы и в дневное время, и в вечернее время. Освидетельствуют различные виды работ. Работы также проводятся в воскресное время, в субботу-воскресенье. Также специалисты находятся на объектах, фиксируются поэтапно производства работы. Продолжается обустройство объездного пути от моргородка до мыса Кунгасной во Владивостоке, который позволит горожанам добираться из центра в сторону второй речки, минуя Некрасовский путепровод. На сегодня участок переезда готов на 70% через железнодорожные пути. Горожанам следует понимать, участок дороги будет временным, а потому полноценного дорожного покрытия на альтернативной дороге ждать не стоит. В настоящее время рабочие отсыпают асфальтовую крошку и трамбуют дорожное полотно. Открытие трассы от моргородка до мыса Кунгасного запланировано в этом месяце, к началу периода работ по ремонту Некрасовского путепровода. Напомню, дорога станет дополнительным вариантом объезда главной городской транспортной артерии, чтобы автомобилистам не приходилось стоять в пробках. Еще один объезд, который предлагают городские власти через Снеговую. Масштабная реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в России с начала этого года. На государственном уровне было принято решение полностью перестроить систему сбора, хранения и переработки мусора, чтобы сократить объемы захоронения и создать экономику замкнутого цикла. Однако сегодня, спустя полгода, рядовые жители Приморской столицы на деле практически не имеют возможности сортировать отходы, хотя такое желание есть у многих. А пока Владивосток ждет контейнеры для раздельного сбора мусора, на помощь приходят волонтеры. Сегодня Приморский край находится на 68-й строчке национального экологического рейтинга регионов. Всего в этом списке 85 позиций по количеству субъектов федерации. Еще одна цифра – 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов. По их мнению, это сократит количество отходов и улучшит экологию. Но вот раздельный сбор мусора в Приморье – пока не централизованный механизм, а разовые волонтерские акции. Одна из них под названием «Раздельный сбор» прошла на днях во Владивостоке. Пункты приема были открыты в двух местах – в сквере Дворца культуры железнодорожников и у главного корпуса ДВФУ. Горожане приносили ненужную макулатуру, металл и пластик. Когда мы сдаем переработку отходы, которые образуются у нас дома, тем самым мы разгружаем полигоны и мусоросжигательные заводы и дальше пускаем в цикл сырье, отправляем в цикл обратно в производство. То есть вместо того, чтобы вновь и вновь добывать нефть для того, чтобы произвести пластик, мы, по сути, возвращаем сырье обратно. Однако прежде чем положить вторсырье в контейнер, участники акции его самостоятельно сортировали и готовили к сдаче. Готовый к сбыту мусор приносили к точке сбора, где волонтеры раскладывали вторсырье по разным контейнерам. Активисты сортировали в коробке старые газеты, ненужные книги, офисную бумагу, упаковки от яиц, пластик, бутылки, ведра, баночки от косметики, а также металлические изделия, алюминиевые и жестяные банки и другие малогабаритные предметы. Макулатура оказалась самым массовым сырьем. Хорошо, что есть вообще вот эта акция, потому что контейнеров почти для пластика нет. Единственное, что некоторые частные начинания есть у кофемашины, например, они поставили пластиковые контейнеры в двух своих точках. В акции приняли участие более 700 горожан. За три часа волонтеры собрали больше тонны мусора. Пример Владивостока заинтересовал и другие города Приморья. Неравнодушные жители готовы провести подобную экологическую акцию и в своих муниципалитетах. Мы приехали на раздельный сбор мусора. Вот всей семьей собирали пластик полгода. И первый раз выбрались сюда наконец-то сдать его. И узнать, как можно в Артёме провести такую же акцию по раздельному сбору мусора. Экологические акции проводятся примерно раз в месяц. Активисты говорят, что в городе остро не хватает контейнеров по раздельному сбору мусора и сортировочных линий. Всего же в рамках последней акции владивостокцы сдали на переработку 164 мешка пластика и 14 мешков металла. Сегодня в Приморской столице вторую жизнь мусору дают и на полигоне по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов на улице Холмистой. В апреле этого года здесь запустили вторую линию по сортировке мусора. Полуавтоматическое распределительное оборудование позволяет отбирать вторсырьё качественнее и в больших объёмах. Мы же ожидаем, что с 1 января у нас заработает региональный оператор. И региональный оператор правильно должен организовать обращение с коммунальными отходами для того, чтобы и природу мы сохранили, И жители, конечно, наши понимали, как вращаются отходы, и, соответственно, все мы будем участвовать в этом процессе. Сортировка мусора на первой и второй линиях проходит в полуавтоматическом режиме. Конвейерным прессом поднимают отходы на второй этаж в отсек сортировки. Пока он двигается по ленте, сотрудники в спецодежде вручную сортируют пластиковые пакеты, бутылки, алюминиевые банки, стекло, бумагу и строительный мусор. Все, что считается полезным, спрессовывают и отправляют в цех вторсырья, а после реализуют для переработки. Разные регионы страны подходят к проблеме мусора по-разному. От обучения сортировки отходов в детских садах до робототехники. Будет ли в Приморье создан работающий механизм, который позволит краю гордо занимать первые строчки экологических рейтингов, или проблема так и останется на совести волонтеров, покажет время. Дмитрий Беломестнов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Президент вновь ответит на вопросы жителей страны. Ежегодная прямая линия с президентом состоится 20 июня. В адрес главы государства уже активно поступают вопросы. Темы, которые волнуют население, уже можно увидеть на официальном сайте линии. В первой строке вопрос на тему оттока населения с Дальнего Востока. Также наших земляков волнуют темы косаток из Бухты Средняя и газификация региона. Напомню, шанс задать свой вопрос Владимиру Путину и услышать ответ в прямом эфире федеральных теле- и радиоканалов появится у каждого россиянина 20 июня. В ходе ежегодной прямой линии Владимир Путин ответит на самые интересные и злободневные вопросы. Задать свой можно одним из доступных способов. Например, позвонить по бесплатному телефону, направить СМС или ММС, воспользоваться спецсайтом или социальными сетями. Напомню, прямая линия с Владимиром Путиным проходит ежегодно с 2001 года. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Приморье вошло в тройку лидеров по въездному туризму. Наш регион наступает на пятки Москве и Санкт-Петербургу. В центре Владивостока появятся новые граффити. Их нарисуют специально к фестивалю «Вероксэкспа». Школьники на следующей неделе начнут работу в ремонтных бригадах. Ребята приведут учебные заведения в порядок. Сегодня с вами Юля Раокотская, и мы продолжаем. Приморье вошло в тройку лидеров по въездному туризму. Наш регион наступает на пятки Москве и Санкт-Петербургу. В центре Владивостока появятся новые граффити. Их нарисуют специально к фестивалю «Вероксэкспа». Школьники на следующей неделе начнут работу в ремонтных бригадах. Ребята приведут учебные заведения в порядок. Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития въездного туризма. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала «Отдых в России». Наш регион попал в золотую двадцатку, расположившись сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, улучшив показатель прошлого года на пять пунктов. Напомню, в 2018 году турпоток в край превысил 5 миллионов человек. При этом регион установил новый рекорд по приему иностранных путешественников. Их прибыло около 780 тысяч. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет. Традиционно чаще других Приморье посещают граждане Китая, Кореи и Японии. К слову, и гости, и жители города скоро порадуют новый стрит-арт. В центре Владивостока появятся новые граффити. Специально к фестивалю «Верокс-экспо», который пройдет во Владивостоке с 21 по 23 июня, их нарисуют приглашенные художники из Нидерландов, Франции, Индии и России. Рисунки появятся в сквере городов-побратимов и на фасаде здания по адресу Пограничная 6. Стены, которые планируют преобразить, уже начали готовить для росписи. Среди рисунков – кит, символизирующий внимание к проблемам морского мусора, амурский тигр – местный символ животного мира, женщинь и образ нанайского охотника, жителя уссурийского края Дирсу-зала. Концепция рисунков продумана с учетом архитектурных, ландшафтных и климатических условий Владивостока. Так, расположение фресок в районе сквера городов-побратимов символизирует международный статус фестиваля «Верокс-экспо». Темы рисунков также будут привлекать внимание к бережному отношению к природе и местной истории. К участию в разрисовке стен также приглашают художников, свободно владеющих английским языком. Ориентировочная занятость с 14 по 24 июня. Напомню, в этом году в фестивале «Верокс-экспо» примут участие не только музыканты из разных стран. Программа мероприятия включает конкурс граффити, спортивные мероприятия, саппарад, лекции, специальные гастрономические вечера, 3D-мэппинг и многое другое. Для помощи в организации мероприятия приглашаются добровольцы. Площадка для занятий воркаутом появится во Владивостоке по силам компании «Бетоныч» и средствам бетона торговой марки «Трилитон». Она откроется на набережной спортивной гавани примерно через месяц и станет отличным подарком для любителей спорта и здорового образа жизни. Подробнее о том, как будет выглядеть объект, в нашем следующем сюжете. Новая площадка для воркаута на спортивной набережной откроется меньше, чем через месяц. Сегодня строительные работы в самом разгаре. Участок на береговом откосе заливают бетоном торговой марки «Трилитон» слоем 15 сантиметров. Компания «Бетоныч» выделила для строительства площадки более 10 кубов сульфатостойкого бетона, который устойчив к любой агрессивной среде, прибрежным зонам, солёной воде и переменам погоды. Владивосток – город спортивный, позитивный, динамично развивающийся. Спорт по праву уже стал нашей неотъемлемой частью жизни. И мы считаем, что спорт должен быть доступный каждому. Поэтому, когда мы узнали, что ребята организовали такую акцию по строительству площадки воркаута, мы на это, естественно, сразу отреагировали. Идея построить во Владивостоке современную уличную площадку для занятий воркаутом пришла организаторам спортивного сообщества «Спарта» ещё в 2018 году. Уже в конце июня здесь появятся профессиональные турники, которые будут доступны опытным спортсменам, любителям здорового образа жизни и людям с ограниченными возможностями. Изначально площадь участка составляла 139 квадратных метров. Однако, благодаря компании «Бетоныч» её удалось расширить ещё на 40 квадратных метров. В принципе, они очень быстро отреагировали. Соответственно, привезли нам скальный грунт, отсыпали в размере 25 тонн и, соответственно, выделили бетон. Помимо этого, желаю отметить, ну, очень быстро они отреагировали. Спасибо им огромное. Очень здорово. Для компании «Бетоныч» благотворительность всегда на первом месте. Вот уже более двух лет здесь придерживаются доброй традиции. Помогают детям с онкозаболеваниями и их семьям. В рамках акции «У нас твёрдый бетон, но доброе сердце» раз в квартал 5 рублей с каждого купленного куба бетона «Трилитон» перечисляется в адрес фонда «Сохрани жизнь». Олег Завьялов, Светлана Садовая, Алексей Заровны. Новости на Восьмом. Первая смена ремонтных бригад стартует в школах Владивостока 17 июня. Более 500 школьников потрудятся на благо своих учебных заведений и заработают на карманные расходы. Ребята будут наводить порядок на пришкольных территориях и благоустраивать их, а также поливать клумбы и работать в школьных библиотеках. Смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям. Работают ребята по 4 часа в день с 9 до 13 часов. За две недели работы в школьной рембригаде ребёнок получит около 4000 рублей. Планируется, что за лето будет организовано три таких смены. Напомню, также во Владивостоке работают пришкольные лагеря. Летом в них отдохнёт больше 10 тысяч детей. Для всех, кто верен печатной прессе, в эти дни продолжается подписка на второе полугодие на газету «Владивосток», а также такие издания, как «Сады и огороды Приморья» и «Семь дней в Приморье». Для удобства читателей предусмотрены разные варианты подписки. Например, можно получить газету 4 раза в неделю, а можно один раз, но с телепрограммой или в комплекте с журналом «Сады и огороды». Напомню, особые условия по подписке на газету «Владивосток» действуют для ветеранов войны и труда, инвалидов и малоимущих граждан. Подписку на издание на второе полугодие можно оформить во всех отделениях почтовой связи до 25 июня. А если вы хотите сделать приятное своему бюджету и оформить подписку дешевле, то вас ждут в редакции газеты «Владивосток» по адресу Народный проспект 13. Подписаться на газеты и журнал непосредственно в редакции можно до 21 июня. Большую часть наступившей рабочей недели Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет в пределах плюс 5-13 градусов. Днем в континентальных районах температурный фон продолжит повышаться. Во второй половине недели местами воздух прогреется до плюс 30. А вот на побережье по-прежнему будет от плюс 12 до плюс 18. В конце рабочей недели синаптическая ситуация начнет меняться. С приближением с запада циклона с фронтальными разделами давление будет падать. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Во Владивостоке большую часть недели облачно. В ночные утренние часы местами морость, туман. В последний рабочий день вероятен дождь. Далее к новостям спорта. Молодые яхтсмены с разных уголков страны встретились во Владивостоке. Юношеский кубок «Залива Петра Великого» собрал около 80 участников. Это самые крупные парусные состязания среди детей на Дальнем Востоке. О том, как прошел стартовый гоночный день, расскажет Максим Яковлев. Про парусный кубок «Залива Петра Великого» не слышал только ленивый. Однако не все знают, что подобные соревнования проходят и среди самых юных яхтсменов. На Дальнем Востоке это самые крупные гонки в детско-юношеском классе «Оптимист». В этот раз регата вновь отличилась большим количеством участников. Заявилось 78 человек. Это у нас ребята из Иркутска, из Сахалина, из Холмска, Невельска, Хабаровск, Ванина. Очень такая серьезная команда. Это Комсомольск на Амуре. Ну и наших три клуба традиционно. Морской государственный университет, Алые паруса, Остров Русский и Семь футов. На старте ребята младше 16 лет. Каждый из участников перед выходом на воду практически с нуля готовит свою лодку. А тут, между прочим, забот не в проворот. Однако, несмотря на свой юный возраст, яхтсмены уже имеют за спиной немалый опыт и какую-никакую копилку наград. Гонки в акватории Амурского залива ежегодно привлекают сюда перспективных спортсменов с разных уголков страны. С 2011 года эти соревнования не пропускали ни разу. Скажем, планы у нас грандиозные. Победить, выиграть. Будем надеяться на ветер, на погоду и на умения спортсменов. «Оптимист» – довольно простая лодка для детей. Именно с этого маленького кораблика начинали свою карьеру практически все опытные яхтсмены. Для многих юниоров гонки на «Оптимистах» также ознаменуют старт самой насыщенной части сезона. Эти соревнования для меня важны тем, что просто показать свой опыт на этих соревнованиях за то, что я наработала на весь год. В Севастополь, да, я ездила, там было 84 участника. В общем, в зачете я была 10-я, а по девочкам третье место. «Нам купили в этом году буера, мы тренировались на льду. Ну, это буера, такие ледовые оптимисты. Ну, также у меня есть другой вид спорта, я им занимаюсь. А каким? Баскетболом занимаюсь. Как-то помогает? Да, помогает. Я расту на баскетболе и откренивать лодку легче в сильный ветер». Соревнования будут идти в течение пяти дней. На коварной акватории Японского моря яхтсменам предстоит показать свою выносливость, умение вести тактическую борьбу и способность совладать со швертботом. Всего планируется провести 12 гонок, однако все будет зависеть от главных факторов в парусном спорте – от погоды и ветра в море. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Дальневосточники спросили президента про касаток и отток населения. На прямую линию Владимира Путина поступают вопросы жителей страны. Сама линия пройдет 20 июня. Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт дворов и магистралей. Жители новых домов на Сабанеева также просят благоустройство территории. На защиту их интересов стали депутаты Думы. Мусорная реформа во Владивостоке пока самая ответственная и засветла экологическое будущее столицы региона – волонтеры. Первая смена ремонтных бригад стартует в школах Владивостока 17 июня. Более 500 школьников потрудятся на благо своих учебных заведений. Приморье вошло в тройку лидеров по въездному туризму. Наш регион наступает на пятки Москве и Санкт-Петербургу. На спортивной набережной меньше чем через месяц появится ухоженная площадка для занятий воркаутом. Художники из Нидерландов, Франции, Индии, России разрисуют стены Владивостока. Граффити появится в рамках «Верокс-экспо». На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Видео с ирландскими танцами во Владивостоке набирают популярность. Героями нового клипа стали исполнительницы ирландских танцев из хабаровской студии «Ирландский ветер» музыканты дальневосточной этнокавер-фолк-группы «Эхо Земли». Кроме того, в съёмках участвовали артисты огненно-пиротехнического шоу «Эмоушен». Как отметили сами авторы, это был один из самых масштабных проектов. Его снимали неделю и монтировали почти год. Прекрасными декорациями для клипа стали форты Владивостокской крепости и пейзажи Русского острова. На совместное творение музыкантов и танцоров смотрим без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.